Да, был такой запрет, что мы только войска ввели, и не было такой информации, что зашли войска, зашли тем более пограничные войска. Мы там были в форме ВВС. Из-за этого запрета все воспоминания об Афганистане у Анатолия Дмитриевича остались только в его памяти. Несколько редких фотографий и многочисленные награды. Все, что осталось у ветерана с той войны. Свой первый боевой вылет со своим экипажем на территорию Афганистана он совершил в далеком 1983 году. Они не только доставляли грузы, но и перевозили штурмовые группы раненых. Как рассказывает ветеран, авиация была незаменима в сложных климатических и географических особенностях этой страны. Нередко в день они совершали до 10 вылетов. И каждый такой полет мог стать последним. Стринген попал в вертолет, и он в вертолет упал и загорелся. Командир вылез, штурман вылез, а борттехник и бортмеханик, которые были в грузовой кабинете, остались там. И они там сгорели. Это были Леонов и Чекмарев. Это именно с нашей эскадрильи, с Благовещенской. Потери есть на любой войне, но в таких сражениях всегда есть место и подвигу, которое совершали военные пилоты. Один такой случай Анатолий Дмитриевич запомнил навсегда, когда его сослуживец, командир вертолета легендарного Ми-8, несмотря на сильный обстрел со стороны маджахедов, рискуя своей жизнью, посадил машину и спас несколько советских бойцов, попавших в засаду. Стреляют. И летчик не побоялся, сел. Ну, забрал, все. Спас людей. Спас людей. Командировки пилота в Благовещенской вертолетной эскадриле длились по 2-3 месяца. Их нередко даже называли наемниками. Анатолий Дмитриевич говорит, афган проверил его и его коллег на мужество и мастерство. В условиях боевых действий советские летчики смогли подтвердить, что они настоящие асы. Поднять винтокрылую машину в воздух при температуре свыше 50 градусов со знаком «плюс» могут только профессионалы своего дела. С тех событий прошло уже 30 лет, но, как признается майор Каменев, жаркий Афганистан до сих пор ему снится. Все эти полеты вспоминаются. Ребята, друзья, с которыми летали вместе. 30-летие вывода советских войск из Афганистана Анатолий Дмитриевич отметит вместе со своими однополчанами, которые живут в Амурской области. 15 февраля они традиционно соберутся все вместе у памятника воинам-интернационалистам, где состоится митинг, посвященный этой дате. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.